Добрый вечер, дорогие россияне! Мы начинаем прямую линию с Владимиром Абихом. Сегодня у нас, да, артисток с Вовой. Я расскажу примерно, как он будет проходить. Вова сначала расскажет про свой творческий путь, как художника. Потом мы поговорим о картинах, которые здесь представлены. Вова, давай только про путь сжата, ты так сказал, господи. И потом, конечно, перейдем к блоку с вопросами и ответами. Поэтому вы по ходу рассказа Вовы готовьте вопросы, что вы у него хотите узнать, что вы хотите спросить, потому что на артистоке, я думаю, главные участники — это еще и зрители. Ну что, Вова, ты готов начать? Ладно, тогда передаем микрофон Вове. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы все пришли в это нелегкое время для нас, для России. Я вижу, что есть интерес к уличному искусству. Он год от года не растет, то есть не падает, а только растет. Хотя я как раз уже несколько лет назад предполагал, что это все находится на пике. Но пока этот рост продолжается. По поводу формата сегодняшней встречи. Действительно, мне кажется, самое ценное, что мы можем, это сегодня пообщаться. И если у вас есть вопросы, вы можете сразу поднимать руку и перебивать нас в процессе нашего диалога. И мне кажется, это будет самое ценное. Ну что сказать? Так складывалась творческая судьба, что я интересовался всегда разными штуками, разными медиа, с уличным искусством знакомство сложилось в подростковом возрасте. Это, конечно же, было граффити, потому что граффити — это круто. А почему? Никто не знает. Потому что заебаться. Но я никогда не был каким-то активным граффитосом. Это все были такие в основном рисунки на школьных партах и тетрадках и немного на улице. В какой-то момент это все поднаскучило. Я не понял, зачем рисовать шрифты, если можно рисовать все что угодно. И вообще там начал, допустим, заниматься фотографией, видео, кино и так далее. Позже, уже, наверное, лет 10 назад, какой-то такой опять… Ну и постепенно к стрит-арту тоже был интерес и время от времени что-то делал. А вот именно активно заниматься в личном искусстве и более осознанно искусством в целом, наверное, лет 10 назад я начал. В основном… И на меня повлияло как раз то, что вот разные медиумы, разные практики, которыми я занимался, они стали накладываться одно на другое и стал комбинировать там фотографию со стрит-артом, то есть в виде каких-то постеров, видео со стрит-артом, видео проекции там, видеоигры со стрит-артом, видео интерактивных проекций. Конечно же, текст. Почему текст? Сложный вопрос. Возможно, это опять же, вот я занимаюсь видео, кино, и это, возможно, отголоски этой практики. Совместить кино и уличное искусство. И всегда было как-то скучно делать одно и то же. Я с уважением отношусь к художникам, которые выработали свой узнаваемый стиль и его развивают, и его продолжают делать. Но вот мне всегда было немного скучно делать одно и то же, и поэтому мне интересно было и интересно до сих пор исследовать непосредственно медиум, медиум улиц в данном случае. Что еще можно сделать на улице такого? Или, ну, в общем-то, любой медиум. Как его можно как-то нестандартно подать, преподнести? И можно, наверное, пафосно сказать, что вот это исследование возможности медиума, исследование какой-то, в принципе, потенциальности. Потому что потенциальности… Кстати, вот недавно я участвовал в одном проекте, меня попросили выбрать три ключевых слова, которые описывают мою практику. И это было очень интересное упражнение, которое полезно, в принципе, любому художнику, мне кажется. Получилось такое почти артист стейтмент написать, которого у меня, кстати, так и не было. Я первое слово выбрал как раз потенциальность, потому что… Ну, это немного ароматически прозвучит, но художник для меня это такой проводник потенциального. Это человек, который задает вопрос, а что еще можно сделать? Или почему бы не сделать так? Действительно, почему бы не сделать? И вот это… Это и есть, наверное, тип такого познания любознательного, что еще можно такого сделать странного. И второе слово было обнаженное, потому что мне кажется, это такая, в принципе… А, по поводу потенциального. Потенциальность — это в том числе сама функция фантазирования, которая свойственна именно нашему человеческому виду. И вот художник, он как бы в самом обществе сохраняет эту функцию фантазирования. И поэтому, мне кажется, во многих антиутопиях фантазирование находится под запретом. И как раз наиболее… И художники — те люди, которые… Это супер пафосно прозвучит, но, в принципе, сохраняют фантазию на нашем видовом уровне. Функцию фантазии. И, возможно, сохраняют у нас что-то человечное. Потому что фантазия — это именно человеческое свойство. Но это вот так вот романтично. Второе слово было обнаженное, потому что вторая, мне кажется, важная глобальная функция искусства — это находить что-то скрытое и делать его видимым. Тем самым обнажать реальность, конфликты, противоречия, абсолютизировать их и таким образом делать скрытое видимым. Это такая социальная функция. Третье слово было скрытое как раз. Это рифмы с словом «обнажить», то, что ты находишься скрытое и обнажаешь. И в то же время, мне кажется, хорошо, когда в работе остается что-то скрытое, когда работа не слишком иллюстративна и остается какое-то такое теневое пространство, в которое зритель может углубиться и создать свою какую-то интерпретацию. Но это все такая, знаете, на словах это такое, возможно, как-то непонятная слизка, но это всегда такая странная гармония между видимым, скрытым и вот этот баланс – это очень тоже важно. Да, и мне кажется, в хорошем искусстве всегда есть что-то, что-то помимо того, что мы видим. Потому что если мы видим и схватываем сразу по щелчку, это вот слишком наглядно, плоско и слишком буквально. Но это сугубо мои все личные. восприятие. Но, кстати, ко мне, увы, это мало относится, я, наверное, к этому стремлюсь, потому что у меня как раз, мне кажется, многие работы весьма буквальные, особенно на улице. Но у меня есть личное оправдание, это то, что на улице художник скоммуницирует широким зрителям, и это быстрая коммуникация, как правило. Она, возможно, даже очень рифмуется с рекламной коммуникацией, когда вот рекламщика есть задача быстро что-то зацепить. Да, и вот тут как раз работа с такой апроприацией уличных билбордов. Вот. То есть в галерее ты сильно отличаешься от уличного? Ну, надеюсь, что да. На улице, мне кажется, я не стесняюсь какой-то простоты, но в галерее я тоже. Я не думаю, что я из тех ребят, которые вот прямо сложно считываются. Я пытаюсь какие-то сделать, так называемые, паскалки в работах, чтобы вот не так это было все буквально, но я не знаю, насколько это удается. Это всегда самоанализ, самоинфлексия, довольно сложные вещи. Вот. Скажи, как ты… Давай, давай. Как ты работаешь с интерпретациями посетителей твоих работ? То есть некоторые… Я знаю, есть художники, которые вообще штыки воспринимают, когда их интерпретируют не так, как они придумали. Вот с твоей работой, например, меня недавно запросили комментарии работы, которая находится в соседнем зале с соцсетями. Вот. И я сказал, что Абих отлично пранканул всех, потому что люди проводят вокруг этой работы кучу времени, кучу снимков, кучу ракурсов. Просто и так, и сяк вертится. Бегают туда, бегают обратно. Но как бы не находят единого изображения, потому что никогда ничего полезного с честь оттуда на самом деле нельзя. И это твой глобальный пранк над соцсетями. Потому что мы тоже кучу времени, как рядом с этой работой проводим в соцсетях, а ничего полезного-то и не получаем из этого на самом деле. Вот. Как ты относишься к тому, что каждый интерпретирует по-своему тебя? Потому что, ну, повторюсь, я уже общался с художниками, которые просто штыки. Типа я придумал, ты не прочитал эту мысль, ты тупой. Как ты работаешь с ними после? Ну, относительно этой работы, я ее точно так же и интерпретирую. Это называется серия «Поток». Она посвящена моей личной зависимости от социальных сетей. Я думаю, это то, с чем сталкивается, скорее всего, каждый из нас, когда мы достаем телефон, и не понимая, зачем мы его достали. и сам открывается как-то Инстаграм, и сами мы начинаем что-то смотреть. Смотреть, не знаю, там, кошки, личная жизнь знаменитостей, Виктория Боня, 5G и так далее. Да, и вот это все, ну, как будто это все так, нету чего-то там единичного. Это всегда такой поток, и скроллинг самый такой популярный жест нашего поколения. И то, что, в общем-то, все это такой бесконечный поток, в котором уже теряются конкретные образы, и это просто абстракция, которую мы не запоминаем. Кстати, отдельная тема, как это все на нас влияет, на наше восприятие мира, реальности и так далее. Ты с этим работал? Ну, я об этом думаю все время, потому что я с этим сталкиваюсь, и пытаюсь что-то с этим сделать, тем это уже совсем другой свой. То есть, или там, допустим, это работа из определенных материалов, из определенного места, в определенных обстоятельствах, это все тоже часть истории. И сама история, это тоже часть произведения, мне кажется, история создания. И важно, наверное, читать, ну, не лениться читать тексты, но и свое мнение, конечно, тоже складывать. Это полезно. Слушай, ты сказал, что у тебя не сложился единый визуальный стиль, ты работаешь совсем, потому что работать не совсем скучно. Но как тогда получается, что все-таки обсуждая в кругу каких-то знакомых иногда работы, которые неизвестны, кто-то может сказать, о, так это Абих, и будет прав типа на 99%. Даже если ты не публикал эту работу, как твой стиль узнается тогда людьми, если это не какие-то визуальные единые образы, если не набор единых шрифтов или еще чего-то. Как все равно удается угадать, что это сделал Абих? Как ты думаешь? Ну, это, наверное, к тебе вопрос. Ну, вот с субтитрами понятно, что я как раз выбрал там желтый шрифт и вот этот стиль субтитров. Есть, наверное, какие-то хэштеги. Это текст, ирония, рекурсия, постинтернет. Что-то такое есть, но я не знаю. Мне сложно себя оценивать. Это дискуссионный вопрос. Ты вот лучше скажи. Или что-нибудь с другой эспрессией. Что? Или другое что-нибудь с эспрессией. Хорошо, хорошо. Давай к другому перейдем. Ты упомянул как раз иронию как одной из составляющих своего стиля. Но мне кажется, не с самого начала это было. Ты долго шел вообще до иронии? И надо ли художнику идти до нее дорасти? Потому что кто-то прям пытается иронию с самого начала своей карьеры впихнуть, у тебя она какая-то бывает, знаешь, плоская, что ли. Вот у тебя она какая-то все-таки играющая. Бывает объемная достаточно ирония. Причем глубокая. До иронии надо расти. Что ты скажешь сам про иронию в своих работах? Расти надо всегда, мне кажется. Ну, во всяком случае, стараться. Но сознательно это вряд ли получится, что дай-ка я вот сейчас вырасту. Это так же, как физически, в общем-то, сложно вырасти, когда ты уже взрослый человек. Это все годы, наверное, культурный диапазон, образование. Ну, мне всегда нравилось, когда есть какой-то прикол. Ну, нравится, когда есть у художника хорошее чувство юмора. Но это не только то, что мне нравится. Я, кстати, заметил, часто художникам нравится то, чего они сами лишены в своих работах. И мне там нравятся какие-то мощные, допустим, живописцы, потому что я так не могу. И я с удивлением там слышу от каких-то живописцев, что там им нравятся тексты, допустим. Хотя это странно. Мне нравится искусство как история. Вот, например, все, что… Ну, Франсис Алюс, например, один из для меня важных художников. Если кто не знает, это такой бельгийско-мексиканский художник. У него работы типа, например, он берет ведро, едет к Красному морю, зачерпывает воду, потом с этим ведром едет к Черному морю и выливает из Красного моря воду в Черное море. И вот у него такие работы. Такие странно-поэтические, но в этом есть история. Или он там… Другая известная работа, он в Мехико в жаркий день толкает огромную, огромный купль льда, пока она не растворяется и ничего не остается, кроме документации. Вот такие работы, в которых есть, где сама история, это есть уже работа. Мне такие вещи нравятся очень. А у тебя в твоих работах истории есть? Ну, стараюсь, чтобы они были, но не всегда. Ну вот давай вот спиной, которая работает на Красную Личную, я вот про… Ты можешь про нее рассказать? Сейчас. Да, ну в общем, эта работа посвящена тому, как уличное искусство меняет свой статус в зависимости от пространства, где оно выставлено. И опять же, я говорил про исследование возможностей самого медиа. И вот многие граффити-райты рисуют на заборах, и в какой-то момент появилась мысль, почему бы из забора… Зачем рисовать? Прямо самим забором работать, вырезать из него что-то. А потом появилась мысль, а почему бы то, что вырезано, еще бы не поменять местами, так чтобы другая фраза появилась или слово. И тут… Вот помимо вот этой самой работы с медиумом забора, работа с приостановка, что в начале уличное искусство это что-то… что запрещено. И в данном случае действительно это забор, из него без какого-либо согласования вырезано слово «воспрещение». Эти же самые буквы перенесены в музей уличного искусства и установлены уже в его пространстве, в постоянной коллекции, уже в слове «просвещение». Это ровно те же самые буквы, ровно в том же самом количестве, без добавления или вычитания каких-то букв. Ну и вот в музее это просвещение, а на улице это воспрещение. Ну и таких было какое-то количество работ. Да, молодой человек в шляпе. Третье слово. Но я уже сложил один раз буквы. Кстати, еще если там было забавно, что когда забор, ну в общем частично его закрыли, не знаю кто там, строители, или еще было слово «решение» на улице какое-то время. Я знал, что есть еще все прощения слова, но в данном случае вот такая пара наиболее мне эффектной показалась. А то, что все прощения, вот это уже твоя интерпретация. И тут, кстати, говоря об интерпретациях, тонкий всегда баланс. С одной стороны, вот знаете, есть позиция, ну вот, я ничего не закладываю, что там зритель решит. Это все немного такой передачи, сложение ответственности себя на зрителя. Все-таки что-то должно быть, какой-то месседж художника, но и зрителю нужно оставлять какое-то пространство для маневра. И если уж работа слишком-слишком, ну вот типа все на вот коп зрителю, то она такая, становится как будто менее изящной, более расхлябанной. Вот. Для меня в уличном искусстве важны две вещи. Первое — это использование самой улицы, самого города, как полноценная медиа. Потому что есть слово улица, слово уличный, и мне кажется, наилучшее уличное искусство — то, которое нельзя перенести в галерею. Например, знаменитая работа группы «Война» на Литейном мосту. Тут, если нарисовать просто член, ну и так много членов нарисовано на зданиях, это как бы не тот размер. А когда член на мосту, в определенное время мост поднимается, и напротив этого моста оказываются окна ФСБ, вот тогда все как бы просто играет какая-то божественная музыка, как будто все складывается идеально. И нельзя же, кроме как фотографии, это никак показать, воспроизвести в другом пространстве. Или как, допустим, другой мост, мост домино Тимофея Раде тоже. Тоже он непереносимый, иначе как фотографии. Потому что вот в таких работах используется сам город как полноценный материал, полноценная медиа. Когда мы используем не поверхность стены, а вот все вместе, весь контекст. Видите, ну художник, уличный художник, он всегда работает с контекстом, нравится ему это или нет, но что-то было всегда до него. Вот эти там трещины на стене, отпавшая штукатурка, это определенное название улицы, определенный район, а может быть напротив, ну условно, если это рисунка, какое-то здание находится. И даже играет роль временной контекст, может быть еще какие-то политические, социальные события происходят в то время. И весь этот контекст имеет значение, и глупо, мне кажется, его не использовать. В этом и есть прелесть уличного искусства. Ну и второе, мне кажется, важная вещь, это отсутствие согласования, потому что все-таки остается таким образом вот эта романтика уличного, что художник, выходя на улицу, он соприкасается, это такой как будто бы очень реалистичный жанр, он именно с реальностью работает. Вот с той реальностью, которая, это грязь на ботинках, это какой-то городской смог, это отпавшие куски штукатурки, это, я не знаю, кричащие на него люди, это та реальность, которая наиболее сложнее всего обмануть, потому что нельзя обмануть грязь на улице, вот она есть, как ты ее обманешь. Можно обмануть, не знаю, человека, что так и должно быть, что, а вы думаете, там в Европе что ли лучше и так далее. Но саму грязь ты уже не обманешь. И вот в выходе на улицу вот это сохраняется. И вот эта романтика. И вот мне кажется, уличное искусство во многом и стало таким популярным, потому что вдруг стало понятно, что не обязательно, не знаю, таскаться хвостом за галеристами и кураторами, и как-то что-то вокруг них изображать. Может, что-то, оказывается, делать по своей воле, и это будет выходить на широкую аудиторию, а потом к тебе галеристы, возможно, сами придут. А может, и не придут, кстати. И в этом есть тоже романтика, в этом отсутствие согласования, то, что ты делаешь на свой страх и риск. Есть какой-то порог вхождения, что ли, в эту культуру, что надо на это решиться. Хотя если не работать с политикой, если не критиковать власть и церковь, то, как правило, ничего страшного нет. Там вопрос? Да, вопрос. Это не только вопрос, как тема для размышления. Вот в какой момент человек, который приходит на улицу и делает там какие-то действия, написал, там, надпись, не важно, поле, политического, не политического конференца, просто в вопросах, вы сказали, это и цитата, и спасатского папу, как-то так, он что-то сделал, какой-то, что-то сделал на улице. В какой момент вот этот активный человек становится уличным художником и вот сделал это график художником и просто человеком, который же исполнится? График же, в какой-то того, сразу же понравится с античным художником. Ну, это вопрос, кто такой художник, не художник, что такое искусство, не искусство, мне кажется. И, ну, глобальное искусство, это такая, на мой взгляд, мультивселенная. Знаете, как есть, допустим, там, Человек-паук, Питер Паркер, белый там студент или школьник, есть чернокожий Человек-паук в той иной вселенной, есть нуар Человек-паук, есть там роботизированный Человек-паук, есть Человек-паук-зомби, и также с искусством. Есть много таких мультивселенных, где искусство может принимать совершенно разный вид. И эти мультивселенные, мне кажется, это такого своего рода институция. Одна институция принимает, вот это точно искусство, мы берем от себя коллекцию, и это точно художник, он крутой, это все, все классно. Это такое каноническое, по канону это музей. И вот музейное искусство, это такой Человек-паук, Питер Паркер в этой аналогии, классика. Ну и есть куча других институций, они могут, причем мнения разных, больших институций могут разниться. Но вот глобально, нравится это или нет, но принимают решения институции, но вы можете ведь каждый свою институцию сделать, и она будет пускай маленькой, самоорганизованной, но будет иметь мнение, почему нет. То есть, ну и история искусства в 20 веке так складывалась, что все время границы искусства пытались раздвинуть. А по поводу художник, уличный художник, дефис, если в какой момент сравнивать. То есть, ответ на первый вопрос, это тогда, когда приходит признание институции. Либо можно самому себя превосгласить художником, и это будет такой перформативный акт, я сказал, все это уже действие. Сказанное уже действие. Ну типа да, почему нет. Но при этом нет никакого абсолютного искусства, абсолютной реальности, абсолютной объективности. Это все такое мультивселенная. И по поводу, например, про меня, ну чаще пишут там уличный художник, а одно время писали чаще медиахудожник. И мне кажется, исходя из, опять же, медиа, если, когда я делаю что-то на улице, я типа уличный художник. Когда я делаю что-то не на улице, я просто художник. Но глобально я себя профессионирую как просто художник, потому что я как раз с разными медиумами работаю, чтобы не заморачиваться. Это как знаете, допустим, есть пешеход, он сел в автомобиль, он уже автомобилист. И это уже другой статус. Также, мне кажется, уличный или любой другой художник. Но, 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 вот именно у уличного искусства есть такие свои загоны, что, типа, как сказал Максим Има, свои воспоминания о какой-то был классный граффити-райтер 10 лет назад можешь оставить на жестком диске. То есть, вот, важен не первый твой кусок, а последний всегда. Вот пока ты, типа, делаешь, пока ты активен на улице, ты, типа, уличный художник. А когда ты пропадаешь, ну, вот, ты уже там художник уличной волны или художник с уличным бэкграундом, или художник, у которого были работы на улице. Вот много, именно вот в этой культуре много внимания уделяется активности. И есть в том числе особенно последние, допустим, годы есть какой-то повышенный интерес, как я говорю, к уличному искусству. И есть какие-то такие, знаете, симуляции, что ли, когда человек, у которого там две работы на улице, вдруг ты его видишь в галерее уличного искусства, на ярмарке уличного искусства, в аукционе уличного искусства, в выставках уличного искусства, но не на улице. И есть ощущение какого-то подмены, что использование улицы просто для имиджа. Вот. Я пытаюсь вспомнить таких художников. Но мы сегодня не будем говорить гадости. А, мы сегодня, ладно. Мы сегодня на дружеской на волне. Блин. Ладно. Так, есть ли у кого-то вопросы, давайте к этому перейдем, потому что смотрю, нет, смотрю пока нет. Вообще не поднимает руку. Тогда Вов, слушай, в продолжение как раз темы того, что задал молодой человек с фотоаппаратом, это ты. Хороший вопрос. Ну вот я работаю в основном с текстом. И мне кажется, что вообще-то правильно писать на локальных языках. Я вот не всем понимаю художников, которые в России пишут на английском. Да. Ну все-таки там же зритель живет потенциальный. Но в то же время хочется, чтобы все поняли, поэтому, допустим, я часто использую за границей на самом деле английский язык. Но это… Чтобы все поняли. Но пряний, мне кажется, локальный использовать. А вообще-то все уменьшаются. То есть, вы узнаете, чтобы они были глобальными и все вечно? Ну это все на откуп каждому художнику решается. Кто-то может приехать и делать ревно одно и то же. Мне важно работать с контекстом. У меня такая, в принципе, глобально довольно как бы реактивная логика. В том плане, что не активно-реактивно. Мне надо чего-то оттолкнуться. И я отталкиваюсь от контекста. И там в Китае я делаю одно, там в Париже другое, там в другой стране третье. И я часто работаю с проблематикой, с чем я сталкиваюсь. Допустим, в Китае я столкнулся с языковым барьером и проект был по языковой барьере. А там во Франции вот я делал проект, я как бы столкнулся с огромной сложностью попадания в локальный какой-то арт-мир. Я об этом делал проект. Но это зависит от времени, сколько у тебя есть и насколько быстро ты работаешь, мне кажется. Но время на исследование, оно всегда хорошо, когда есть, конечно. И поэтому я вот не понимаю. Если, ну, посмотрите, различные open call на резиденции, многие резиденции вообще-то хотят одного и того же. Работа с локальным контекстом, с локальным сообществом, сайт-специфичность, исследование локальности и так далее. И вот этот вопрос, так я не был у вас ни разу в жизни, как я могу предоставить вам готовый проект. Но при этом готовый проект нам пришлите, где это все будет исследовано. И, конечно же, по-хорошему надо приезжать, исследовать, и там что-то на месте должно рождаться. На это нужно время. И вот. Вот ты сказал, что на родном языке. Разве ты во Франции не сделал работу, говорит по-французски на русском? Вот поэтому и кайфову, что она на русском. Потому что это то, с чем я столкнулся всегда вокруг по-французски, а я на русском. И там еще такой второй смысл, мне кажется, который я во всяком случае вижу, что это же на таком нахофе написано, где куча-куча граффити. И граффити для нас, как какой-то иностранный язык, в данном случае как французский, они о чем-то между собой говорят, говорят на французском, но никто не понимает, что именно. А мы можем до нее долистать? Не знаю. Мы можем до нее долистать? Может быть, можем. Сейчас я с силой мысли… Я не знаю. Надо к господам за компьютером обратиться. Если увидим с тобой, будем кричать. Ладно, вот такой вопрос. Ты говорил, то есть уличное искусство еще не дошло до своего века, потому что вот уже кто-то говорит о том, что идет нас в ад, уже ничем не удивить. Ты даже отмечаешь, что уже сложной информацией удивить. Тое искусство, это само с этим информацией. Может быть, сейчас и как раз есть пик, и вот начнется спад. А может быть и нет. Может быть, будет какое-то плато. Но за пиком, всегда за подъемом спад, как ПРО. Но пока, по моим ощущениям, интерес к оличному искусству есть, он продолжается. Причем уже много лет. Но 5 прям активно он растет. По моим ощущениям субъективным. Ты сказал, что у тебя была такая версия, что ты продолжаешь. Ну вот в том году я уже думал… Нет, в том году… В позатом году я уже думал, ну вот там уже много всего есть. Там и музей уличного искусства, и биеннале, и институт исследования уличного искусства. И очень уже много галерей с уличными художниками работают. И как будто, ну прям уже, как бы среда насыщена этим. Мне казалось, что уже должен пойти спад, но пока его нету. Вопросы можете есть? Да, есть. Вот давай, давай. Вам надо микрофон передать или… Да, я буду уходить. Привет, ты говорил про пасхалки в своих работах. И было ли такое, что кто-нибудь такой, блин, классная пасхалка, а ты этого не планировал в своей работе, и, ну то есть для тебя это что-то новое. Ты открыл для себя с помощью кого-то что-то в своей работе. Так, тогда у меня еще один вопрос. Какая работа из этих, ну если ты можешь поделиться, вот находящихся в этом помещении, тебе понравилась больше всего, ну не твоя? Ой, 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 ой. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Ну чё-то как-то попсово все. Очень… Наверное, этим тоже не стоит уж слишком сильно увлекаться. Кстати говоря, по поводу алкоголя… У меня было предложение один раз к finally пиловарню сделать с Sroidpillo. everything I did. thinking about cocaine. Нет, это был не Джоуз. Но я хотел сделать просто, чтобы там сложная была концепция, но, может быть, мы к ней вернемся. Ну вот, исчезает, мне кажется, какая-то искренность порою. Ну и всем все понятно, что художник рекламирует бренд. Мне кажется, да и так всем очевидно, когда какие-нибудь кинозвезды или ведущие рекламируют стереальный порошок, это же не значит, что они им пользуются. Действительно, мы живем, мне кажется, в эпоху, когда мы понимаем, что люди играют свою роль в рекламе. И они, скорее, своим авторитетом, имиджем подтверждают, что вот я классный актер, смотрите, и они тоже классные. И все все понимают. Так же и с коллаборацией с художниками. Всем все понятно. Ну вот вообще-то так и вышел, мне с водкой предлагали. Главное не повторяться или не напиваться. Ну да, что-то от водки я отказался. А с Юникой бы, наверное, согласился. Почему нет? Вот. Но Юникой не предлагал. Ну, тут мне кажется, тоже вполне органично. Мне кажется, этот вопрос надо больше на персональной выставке. Он относится. Групповой все-таки это кураторский отбой, развеска. Не конкретно. Я думаю, с этим работаю. А вообще это все. То есть насколько ты считаешь, что в Москве здесь так же место, как на улице? Знаешь, что интересно? Интересно. Вот раньше, вот когда что-то там делал, допустим, на улице, и мне казалось, что вот настоящее искусство-то, оно в галерее. И там вот типа крутые ребята все. А вот то, что там происходит на улице, это такое баловство. Это как будто какая-то такая низшая лига, что ли. А вот там-то, там вот да. И вот была интенция попасть в галерею, а когда как будто уже много-много поучаствовал в разных выставок, и там групповых, и персональных, и так далее, и так далее. И наоборот, я понял, что улица наоборот круче. Потому что тебе не надо ничего согласовывать. Это какой-то, как правило, более смелый жест на улице получается. Но опять же, главное использование медиа и использование самого пространства, самого выставочного зала тоже как медиа. Что сделать из выставки прямо какое-то путешествие. Ну ее спланировать, что от объекта к объекту вот какая-то проходит единая линия. Что это не просто много работ в одном месте, а вся выставка в целом это уже цельное высказывание. Но это как бы работа куратора. Но я, когда делаю персональные выставки, я сам эту работу проделываю. Вот без куратора. Ну а вот, условно говоря, приходя на фигенале уличного искусства, ну сравнивая его с людьми фигенальными, там, не знаю, московскими, там, выставками, каким угодно. Ты видишь какую-то разницу вообще, ну принципиально, там, не знаю, ты понимаешь, что это все-таки разные два искусства. То есть то, что делают художники, да, галереи условные, там, музей, не важно, где. И то, что делают художники, которые вступают не до одного программа, которые делают просто искусство, не важно, галерейное, музейное и так далее. Но есть какие-то общие моменты, например, там, использование аэрозоля, там, по материалам, использование найденных объектов, допустим. Какие-то такие есть общие моменты, но глобально… Еще, кстати, уличные художники, опять же, часто концептуально попроще, мне кажется. Часто это, допустим, геометрические паттерны, почему-то любят уличные художники, по моим наблюдениям. И там другие биеннали, они больше… Больше разнообразия медиа, мне кажется, у других биеннали. У уличных биеннали там вот меньше разнообразия. Это вот часто холст либо объект, ну такой традиционный и аэрозоля очень много почему-то. Вот, если ты сравниваешься там с какой-нибудь уральской биеннали, то в уральской биеннале вообще большой диапазон там медиа, техник. Там вот как раз есть произведение такие истории, произведение эксперимент. Этого больше как будто бы. Но вот прямо суперсильной разницы как будто в то же время тоже нет. Ну и есть. И да, и нет. Мне кажется, что такие уральские геннали лучше, если ты не сильно слушаешь, то лучше там семья. Да. 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 Это как раз, мне кажется, влияние того, что художник, работающий с улиц, он привык к быстрым, простым коммуникациям. И часто я наблюдаю за тем, что, в общем-то… Глобально, да. Ну и галерейные есть художники, которые не могут про свои работы что-то рассказать, и там тиражируют какой-то паттерн в то же время. Да. И еще, наверное, отследствуем, что у уличных художников редко есть образование в сфере современного искусства, мне кажется. А все-таки вот у более биеннальных ребят – это ребята, которые уже давно встроены в эту институциональную какую-то систему. Они прям с образованием, поэтому они лучше концептуализируют свои работы. А выставки в уличном искусстве, мне кажется, это больше вот про само явление, что вот это есть, и вот… Может быть, вот… Как будто бы… Хотя это, наверное, тоже какая-то романтизация, что в уличном искусстве вот какая-то сохраняется искренность или вот это взаимодействие с реальностью, и что вот мы туда его переносим в галерею. Это просто такое отражение просто явления. Есть какие-то персонажи, как Ян Посадский, у которого вообще, кажется, стерта эта грань между галерейным и уличным? Ну, ты посмотришь на Яна и сразу не знаешь его… Ты не скажешь, уличный или галерейный? Я чуть не могу вспомнить его галерейной работы. Ян Посадский, если кто не знал, это художник из Воронежа, активный, недавно стал заниматься стрит-артом, наверное, последние года два. И у него такой краеведческий подход к тому, что он делает. Он по образованию архитектор, и он часто о социальных проблемах в своем родном городе Воронеже рассказывает посредством работ. И вот он очень любит раскопать какую-то историю про конкретное место и эту историю рассказать там в своей работе. Я что-то вообще не помню, что у него в галереях есть. Да, отличие, наверное, глобально… Уличное искусство, наверное, оно попроще глобально как будто бы. Ян, кстати, когда мы с вами беседовали, он рассказывал, что он как раз хочет не упрощать искусство на улице, а делать как бы улицу галереи на своей. Да, кстати, вот к его работам обязательно на улице нужны пояснения, потому что там все связано с историей места, как правило. Многое. Согласен, да. Даже его экстримушки работают. Угу. Кроме работы все. Угу. Так, есть ли у кого-то еще в зале? Да. Да, да. Угу. Угу. Кстати, хорошая версия. Вопрос. Ваши будущие, когда вы будете продолжать на сегодняшний день, если там есть, как это? Ну да, да. Планы… План один. Быть активным и все, и развиваться по возможности. Еще вопрос. Я так понимаю, это повтор был? Повтор. Да. Ну да, 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 так и было. Ну да. Да, ну Ряди понравилось. В общем, он прикалывался. Короче, если кто-нибудь в курсе, у Ряди в том году была работа, где сграют огромная надпись future. я ее видел и удивился немного, потому что до этого лет 7 или 8 назад была работа известного художника. Он мало известен в России, но такой признанный художник в мире. Вот, кстати, у него тоже очень крутые работы с жестом, с историей. Он работает часто с такой провокацией, и он как раз обнажает какую-то социальные рамки какие-то, что есть очень богатые и очень бедные и так далее. Например, у него там известная работа, где он платит каким-нибудь бедным людям деньги за то, чтобы провести… Они рядом стоят спиной к нему без верхней одежды, топлес, и он проводит там по ним огромную татуировку линий подряд. И вот он им просто заплатил за это. Или там с наркоманами у него были проекты. И у него такие очень… Или там художники просто держат его работу в галерее за деньги часами. И показывают зрителям просто как… То есть он их использует как какую-то подставку для работы. И вот он показывает, что вот сегодня он вот так может просто использовать… И что люди — это просто материал, допустим. Это про Сантьяго Сирен. И, в общем, у него тоже была фьюча, похожим шрифтом, тоже горела. И я решил… Но при этом еще потом выяснилось, что у другого художника еще раньше было… Как его зовут? Итальянец. Итальянец помню. В общем, тоже классный художник, и он с улицы тоже работает. У него, оказывается, еще раньше было, чем у Сантьяго Сирен, тоже будущее, но так горело-сколоченное, тоже горело. Увы, не помню его имя. Ну ладно, будет неловко всем, если будет пауза во время, которое я буду пытаться его вспомнить. Это для байтфеста было? Да, это было для байтфеста. Да. Да, в общем, дальше. И Тимофей я это сделал. Я подумал, если Тима может так делать и собирать огромное внимание к работе, которая является повторным, почему мне нельзя. И я решил, что надо не ждать там 7-8 лет, а как можно быстрее делать повтор. Я в это время был на Сахалине. И вот мы с Александром Мущенко придумали, что надо сделать еще и фестиваль под названием байтфест, потому что ради дела для битфестивал, а мы сделаем байтфестивал. А байт это на сленге типа стырная, скопированная, типа спайтель, значит, что-то украсть. И вот мы сделали такой фейк-фестиваль. Типа мы в рамках байтфеста сошли эту работу и фейк-переписку о том, что на самом деле мы хотели жить еще там 10 лет назад, но мы решили отложить сжигание, пока кто-нибудь не сделает эту работу, чтобы ее потом скопировать. Ну, в общем, это прикол. Но радио не обиделся, ему все понравилось, и радио очень крутой художник. Вот это такой локальный прикол. Да, Филиппо Миннелли еще раньше сжег. Не поверешь, я нашел это, потому что на отметке у Макса Има, который вас всех тоже забыл. Да, в общем, это прикол. Но получилось красиво, по-моему. Там мы выехали на такое озеро, был туман. В общем, красиво получилось. Спасибо. 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 Ну, какие-то скрытые истории могут быть не только на улице, и в галейной жирописи, может быть, там под этим холстом другой был холст, и он не понравился автору, он его перекрасил. Вполне возможно, с каждой из работ есть какая-то история, просто мы ее не знаем. Когда есть какая-то история глобально, мне кажется, это хорошо. Почему нет? Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, может быть? Да. Да. Да, ну, тут надо понять границы политического. То есть если считать политическим именно некий протест, что вот там что-то произошло, я против или я за, и я прям делаю вот такую политическую карикатуру либо явную надпись. В таком контексте, конечно, можно делать геометрические абстракции и говорить, что вот я чисто исследую форму и все, условно. Или с другой стороны, ну, политикам может восприниматься более тонко, что выход на улицу это уже политический жест любой. Если ты что-то хоть рисуешь граффити, ты ведь всего рода нарушаешь какую-то общую норму, значит, это уже политика. Хотя, казалось бы, ты те же можешь геометрические формы рисовать. И тут вот вопрос масштаба, что мы будем чисто политическим считать, или вот такие выходы, это тоже политическое. Или даже политическим может быть вообще использование языка. То, что вот к чему, например, феминисты используют, потому что они считают, что там художник, женщина или редактор, это вот показывает мужское доминирование в языковом поле. И поэтому вот мы будем использовать феминитивы, потому что уже язык самополитичен. Понимаете? Это разные рамки политического. В канале Стритарт Хантер. Хорошо, хорошо, хорошо. Превращается потихоньку в мой артисток, я так понимаю. Нет, слушай, если по-быстрому. Если по-быстрому. Тебе даже в чате Стритарт Хантера, я прекрасно помню, Дима Шилыков рассказывал, что журналистика – это всегда освещение проблем. И заходят работы, когда художник работает с улицей и работает с проблемой какой-то в этой улице. И у нас все, любое подсвечивание проблемы называется политикой. То есть кто-то говорит о том, что я не знаю, ямы там, на земле дофига ямы. Все думают, он критикует власть. Хотя он критикует, по сути, неспособность убрать эти ямы. Поэтому, знаешь, очень много считается политическим, хотя какое-то обращение иногда даже бывает не к политикам-то по сути. Понятное дело, что у нас все привыкли, что если ты рассказываешь про проблемы какие-то глобальные, городские, то их, наверное, должны решить политики. А если ты говоришь об этой проблеме, значит, ты считаешь, что политик с ней не справился. Вот, но то, что ты говоришь, слушай, ну вот не всегда, не всегда заходят такие ультраполитичные работы. Я думаю, ты как, сейчас вопрос перейдет к тебе, заметь, ты как автор канала про стрит-арт, согласись, ты в последнее время, ну вот за время ведения даже канала стал более избирателен, во-первых, и гораздо меньше уже политических работ, особенно которые прям в лоб кричат, стал публиковать у себя. Я помню, ты рассказывал про работы, которые попадаются у меня на экскурсиях, про которые люди спрашивают, но ты их не стал уже публиковать, например. Мне очень интересна такая монитория, потому что вместе с этой мониторией вот в СМИ приходят люди, которые, ну вот, вот здесь политичный, вот здесь, вот здесь антеграмм, вот тут, как сейчас Путин, она валяется. А на самом деле, я просто говорю, вы не сказали политический, мне сказали очень интереснее, очень интереснее. Я уже думал, что цензура началась, знаешь. Нас просто слова проложили. А можно я тоже пару слов скажу? Вообще в инфополе попасть очень просто. И особенно через стрит-арт, потому что стрит-арт и так привлекает много внимания, не пишут же в медиа, в СМИ, что вот открывается выставка. Но это редко. Пишут только про большие выставки. А вот то, что появилась уличная работа, пишут гораздо чаще. И почти всегда пишут, если она затрагивает политическую тему. И, в общем-то, на любое событие можно делать, пускай очень плоскую работу, и она залетит как иллюстрация к происходящему в СМИ активно. То есть отменяют пенсию, делаем пенсионеры, бьют менты людей, ну вот на эту тему делаем и так далее. И она будет хорошо растиражирована. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия, она, мне кажется… То есть работа станет известной, сколько-то подписчиков привается, но и на следующий день ее тут же забудут. В долгосрочной перспективе это не такая уж хорошая стратегия, как кажется. Есть, но с этим тоже надо тонко работать просто, если надо уже конкретно работу оценивать. То есть попасть во временное окно – это тоже своего рода работа. Успеть сделать быстро что-то, и это работа с таким узким промежутком времени. Но проблема в том, что работа очень быстро же перестанет быть актуальной. Она будет использоваться как иллюстрация, и все, лента обновится на следующий день точно. И она уже никому не нужна будет. И опять же, насколько там художник честен, надо следить. Потому что, может быть, он эту тактику исключительно для пиара использует. И надо смотреть, что вот давно ли он этим занимается, или он вообще на каждое событие реагирует, любое. Или вот на определенные события. Что еще можно сказать? Нет, давай про других художников не говорить. Я вот только хотел спросить, но нет, ладно. Так, давайте к залу еще. Есть у кого-то вопрос? Так. Что ж. Отличная возможность задать вопрос. Не стесняйтесь. Да уж. Ну что ж, никто даже Владимиру не хочет ничего в лицо высказать. Звонок из Воронежа, Владимир. Внимание на экран. Нет, нет, нет. Ну, как видишь, нет. Прости, это твое, да? Это не твое? А, ты сделал отсылочку, да? Я понял. Давайте еще встать. Прекрасно. Ну, это как раз десятилетие со знаменитой мной любимой работы на дворцовом мосту. Я просто нашел этот. А? Давай, ладно. Спасибо. Спасибо. Ну да, мне кажется, ты ответил во второй реплике. Все-таки честность, она остается на откуп и каждому художнику индивидуально, мне кажется. И причем с нечестностью тоже можно играть, можно делать мистификации. И проект будет как бы нечестным, но это будет такой фантазией. Как бы глобально, как будто бы, да, художник, работая на улице, он обходит галерейные фильтры и может делать именно то, что он сам хочет и считает важным, где угодно, когда угодно и без спроса и попадая на широкую аудиторию. Вот в этом сохраняется даже не то, что честность, а романтика. Вот. Но все-таки это все индивидуально. Вот. Скорее так. Ну что ж, я тогда думаю, Вова, будем заканчивать. Да, люди встают, уходим уже. Все, позорище, позор. Ну все, Вова, спасибо тебе огромное. Если хотите побольше узнать про Вову еще, слушайте подкаст «Росстритартнадзор». У нас как раз есть выпуск Владимира Амихам, вот там вот Саша Янг, я и Саша как раз ведем подкаст. Я анонсирую, что в конце февраля будет уже либо в начале марта выходить второй сезон «Росстритартнадзора». Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Слушайте на Apple Music, слушайте на Google. Все, спасибо. Вам хорошо. Хорошо, ты сказал название подкаста и это стало опенингом нашим. «Росстритартнадзор». Прекрасно. Спасибо, спасибо.